Всем привет! Сегодня у нас очередная беседа с риэлтором и аналитиком рынка жилья в Торонто Иваном Горбадеем. Приветствую тебя, Иван. Привет, Жорж. Привет, зрители Жоржа. Ваня, много очень у нас событий какие-то происходит. Какая-то пошла как бы турбуленция и в Канаде, и в Америке. Причем я имею в виду не только политику. Каждый день что-то происходит, да. Да. Тут изменения по правилам моргиджа и проценты меняются. И вот хотелось бы обсудить с тобой. Мы не так давно встречались, но за это время уже произошло масса изменений. Хотелось бы с тобой это все обсудить. И начну я, наверное, с вопросов от, не своих, как обычно, а от подписчиков. Почему? Потому что тут некоторые вопросы такие, которые я сам хотел задать. Ну вот, короче говоря, давай начнем, наверное, с соседей снизу. Они тут у нас в среду нас обрадовались снижением ставки на полпроцента. И это как бы самая последняя новость. И вопрос вот ЛТ спрашивает. В связи с последним понижением ставки в США, какой прогноз относительно ставок в Канаде и движения цен на дома? Ну да, ну это вообще прекрасно, что они так сделали. Двойное понижение как бы. Там, по-моему, даже большинство экономистов не ожидало этого. И это случилось. И теперь Канада тоже должна понижать, по моему мнению, на двойной уровень в следующий раз, 23 октября. Ну вот смотри, я сейчас, сегодня только обновилась табличка. Вот таблица только сегодня обновилась того, что происходит, что ожидает рынок сейчас в Канаде. То есть внезапно, до этого, что было, ожидалось, что где-то до июня следующего года мы будем так спускаться по одному снижению на 0,25%. И внезапно, вот после того, как американцы снизили ставку, то мы внезапно стали ожидать на 23 октября двойное снижение ставки, 3,75 уже ожидается. В том, собственно, в декабре у нас, ну как бы пока еще снижение ставки после двойного, 45% вероятности. Но на самом деле вот эта колонка, скорее всего, сработает. Ну и так мы будем спускаться до самого июня следующего года, как бы практически по одному снижению. Ну как бы это и раньше было, просто что изменилось, это вот первая строчка изменилась, потому что теперь рынок ожидает двойного снижения. Интересно. Интересная тема, да. То есть это хорошая новость, да. Но смотри, это уже, в принципе, повлияло на канадские, то есть на канадские банды, и, соответственно, уже фикс-трейт упал до 3,99 уже сейчас. Рейтхаб нам сообщает, что фикс-трейт на 5 лет уже есть предложение 3,99%. Ну, там идея в том, что он сейчас фикс-то, да. Где-нибудь там к июню следующего года мы уже наверняка и variable будем видеть там в районе 4 с чем-то, или около 4. То есть времена будут совершенно другие, да. Ну, интересно. Это, кстати, заставляет еще раз подумать об variable. Рейт, видимо. Да, если ты подпишешься на 5 лет сейчас на фикс-четыре, да, там 3,99, ну, это Костина был, решение такое будет. Я бы брал сейчас variable, но это опять-таки мое личное мнение. Так, хорошо, еще что-то про американцев будем говорить или все? А, ну, как бы уже это просто потрясающе, да. Они как бы начинают паниковать, то есть, ну, это очень удобно смотреть. Скорее всего, и Центробанк Канады тоже начнет паниковать скоро, уже паникуют, наверное, то есть. И, ну, они просто будут, да, вот я уже шутил на эту тему, что мы будем снижать ставки быстрее, чем на Black Friday, и вы снижаете цены в магазинах. Ну, дай бог, для кого-то это очень выгодно. Как для кого-то, да, в общем-то, для всех. Ну, перед тем, как мы еще вернемся, мы еще к канадским рейтам, но еще я вопрос задам от LT тоже. Помнится, в Торонто было много конда на рынке, больше обычного, и это ровно как и отсутствие покупателей давило на цены. Как сейчас обстоят дела? Сократилось ли немного предложение? Стало ли больше покупателей сделок? Какая динамика по ценам за последние недели? Ну, статистика просто отвратительнейшая, да. Она просто, наверное, ужаснее, чем сейчас, ее давно не было. То есть, вот смотри, это листинги в Greater Toronto Area. Ну, то есть мы начинали как бы падать, наконец, и сейчас мы... Ну, эта сезонность сработала в сентябре, мы как бы всегда в сентябре листинги растут, но вот как бы это падение такое было обнадеживающее, и тут оно прекратилось, и снова листинги стали расти, да. То есть, это снова рекордные значения, количество листингов на рынке, и, в общем-то, все плохо. Это не единственный плохой индикатор, то есть, можно там показать и другие. Продажи-то очень низкие, то есть, если я сейчас открою, вот сейлсы по GTA, зеленая линия, да, вот мы видим, что это ниже, чем предыдущие годы тоже, то есть, от того, что ставку снизили несколько раз уже, сейлсы вообще никак не отреагировали, то есть, ничего не случилось. Вот. И на основе этих двух индикаторов есть еще третий параметр, называется Month of Inventory, то есть, это практически сейлс делится на количество листингов. Наоборот, количество листингов делится на сейлс, то есть, примерно, сколько месяцев у нас на рынке Inventory есть. То есть, эти цифры сейчас тоже, это так, извините, это подетачит. Я сейчас открою по GTA. Вот. Это еще предварительные данные за сентябрь, еще не полные, но, скорее всего, ничего особо не изменится, да, то есть, вот мы уже по GTA ушли на шестерку, и, ну, это я практически уже показал тут много-много лет, начиная, по-моему, с 2009 или 2010 года, и вот мы никогда не достигали таких высоких значений, то есть, очень мало продаж и очень много листингов, и этот показатель, как бы, символизирует и то, и другое. То есть, это рынок покупателя. Это All Home Types, а по Кондо? Ну, давай на Кондо в Торонто посмотрим, значит, продажи Кондо в Торонто, но тоже они очень низкие, да, зеленая линия вот здесь. Если мы посмотрим на листинги в Торонто, Кондо, вот листинги тоже упало, и начало снова расти, вот, и Month of Inventory тоже очень высокий показатель. 8,2 вообще. Это сейчас еще не опубликовано, это, скорее всего, будет опубликовано в конце месяца, примерно вот такая цифра будет. По-моему, считается, что где-то 5, 6, это более-менее сбалансированный рынок, все, что выше 6, это уже рынок покупателя. А у нас это 8, даже больше 8 сейчас. Да, это все очень плохие цифры в статистике сейчас, но с точки зрения цен, тут не все так, тут немножко по-другому все. То есть, цены, тут как раз тоже интересная картина с Кондами в Торонто, тут внезапно случилось падение цены средней, недавно, в августе, и сейчас это более-менее выравнивается. Это оказалось, что это более-менее такая даунтауновская ситуация была, то есть, даунтаун потянул всех вниз, потому что там очень много квартирного строек сейчас входит в эксплуатацию, и все пытаются как бы продать, и до того, как получать моргич надо, да. Ну, как бы никаких явных таких виновников как бы не оказалось, да, это такая средняя ситуация из даунтауна прилетела как бы вот в этом, в августе. И сейчас она более-менее выравнивается, но это средняя цена, и она иногда вот как раз она следует таким странным движениям. На самом деле есть пока другая цена, есть бенчмарк прайс, которая немножко более четко отображает, куда двигается цена квартир, и там нет такого сильного колебания в августе. Ну, в целом, как бы мы видим, что да, с ценами ничего хорошего не происходит на квартиры, да. И если я открою то же самое по GTA, то будет вот так. Тоже как бы зеленая линия, да, она по сравнению с предыдущими годами не очень хорошо смотрится. То есть, вот я смотрю на эти графики, вот эти три снижения ставки Центробанка Канады, они пока не оказали никакого существенного влияния на рынок. Вообще никакого. Вообще ничего не случилось. Угу, понятно. Хорошо, еще что-то ты хочешь показать? Ну, вот новостройки, да, как бы я уже говорил много раз, что с новостройками все очень плохо, да, никто их не покупает, и очень трудно сейчас получить моргидж тем, кто уже достроен. Вот, и есть вот статистика такая от зонда, сколько будет, сколько ожидается строительств новых конда в эти годы. То есть, в 2024 году, вон, 132 проекта, 35 тысяч квартир. В 2025 году примерно такая же ситуация, 140, 1 и 38 тысяч. Это как ронда? Это GTA, весь GTA. GTA, окей. Да, 2026 год уже 60 проектов всего, и, собственно, 18 тысяч вместо 38, да, потом вообще в 2027-м 44 проекта, и еще меньше, ну, и в 2028 году вообще практически ничего, да, то есть, и как раз это сейчас происходит, ну, сейчас идет то самое время, когда проекты вот на эти 2027 год, там, надо сейчас начинать строить, там, покупать их примерно, да, и этого не происходит. То есть, мы, скорее всего, наверняка окажемся в ситуации уменьшения количества новых конда в будущем. Как же так? А как же либеральная программа по строительству жилья? Нет, ну, там еще Пьер, да, он же пообещал, что иммиграция будет привязана к количеству нового строительства, да, вот как он собирается привязываться к этому, да, он, получается, должен полностью обрубить в ноль иммиграцию, я говорил о том, что это главный риск, который вообще для меня, ну, я вижу это главным риском, то есть, если он будет выполнять то, что он сказал, то это будет просто иммиграция ноль, но я не верю, что это будет. Да нет, конечно. Ну, будет Пьер, там будет совсем другая строительная программа, и, так сказать, там, то есть, это как бы, не попробуешь, не поймешь. Сейчас пока что мы уже 9 лет пробуем и видим, что происходит. Хорошо. Ну что, в Канаде, наверное, еще есть пару вопросов от подписчиков, но давай вот посмотрим на это 30 лет амортизации, которая будет First Home Buyers, и кто еще, и на новые дома. 30 лет можно будет брать амортизацию. Как к этому относиться вообще на самом деле? Как ты относишься? Потому что вот есть такое мнение, вот мне, по-моему, Слава или Слав, подписчик дал пару ссылок на видео, я их посмотрел. Ну, там, риэлторы и mortgage broker один, торонтовские, высказывают свое мнение по поводу этой амортизации. Вот они говорят, как бы, примерно одно и то же оба. что это, на самом деле, это не значит, что люди вдруг там улучшилось у них affordability. Это просто облегчит возможность вот молодежи залезть в ермо, в кредитное, а заработают на этом банке. Вот. Ну, а твое отношение, какое к этой вот 30-летней амортизации? Ну, это правда, да. Естественно, банки на этом заработают. Бесплатного сыра нигде нет. Но тут вообще сложная ситуация, да. Это как бы... Тут в двух словах не описать. Есть люди, которые говорят, как это все плохо, это все приведет к ухудшению ситуации, да, что, в принципе, правда. Но они лукавят в том смысле, что они здесь вообще какой год в Канаде находятся, да. Они вообще примерно уже знают вообще, что такое партия либералов, да, и вообще, как вообще работает правительство Канады. То есть, кто-нибудь вообще сомневался, что когда начинается рецессия, что государство начнет делать контрциклические меры поддержки. То есть, вообще, эти ребята, которые все это говорят, что это плохая мера, они вообще, ну, задумываются о том, это вообще неизбежно было или это все-таки можно было избежать. На мой взгляд, это было абсолютно неизбежно. И независимо от того, какая партия у власти, это бы случилось что-то подобное, да. Это первое. Вот. В плане affordability, ну, естественно, это в долгосроке это только ухудшит ситуацию, да, потому что это позволяет взять больше кредита. Правильно? Но, с другой стороны, это немножко подстегнет спрос, и этот спрос подстегнет немножечко строительство. Но подстегнет, кстати, достаточно слабо. То есть, там буквально увеличение с 25 до 30 лет. Ну, там где-то доллар 300, наверное, в месяц там лишних сэкономим, как бы, в плане возможности платить. То есть, это сильно особо не подстегнет, немедленно это все, но это в долгосроке подстегнет спрос и цены. Но кто выиграет реально от этого наиболее, это как раз дома в диапазоне от миллиона до полутора миллионов, да, на которые теперь распространяется с страховкой CMHC. А, да, еще страховка, да. Да, вот они реально выиграют, но тоже не сейчас, потому что сейчас спрос настолько маленький, что его сейчас сколько ни подстегивай, он там еще такой полуживой, полумертвый, полуживой. Поэтому сейчас это не приведет к немедленным изменениям, но впоследствии, да, вот на этот сегмент отразится больше всего. Ну, и напоследок там есть такая бомба замедленного действия, про которую они не говорят, но она есть. То есть, не то чтобы бомба, там ситуация в том, что для first-time buyer сейчас можно, ну, там вот одну меру изменили для first-time buyer, да, а вторая мера, она распространяется теперь вообще на всех, даже на инвесторов. Вот теперь все могут брать 30-летние моргиджи, застрахованные, на новостройке. Они специально подчеркивают, что это теперь не только first-time buyer, это теперь те, кто покупает, ну, уже и повторно покупает, во-первых, для себя, и даже инвесторы теперь. Ну, как бы они явно не пишут, что и инвесторы тоже, но это, исходя из их текста, это следует. Ну, понятно. И почему это сделано? Подожди, там ситуация такая, что вот как раз эти люди, которые сейчас достроились, да, они уже обычно положили 20% депозита, там, допустим, у них есть 500 тысяч цена квартиры, они уже там 100 тысяч вложили. А теперь что случилось? Цена на эту квартиру упала, и они пытаются получить моргидж, а банк им говорит, у вас там осталось не 20%, а всего 5, да, и вы, как инвестор, не можете с 5% downpayment, а, в общем-то, купить эту квартиру, и мы не можем дать моргидж на это. И таким образом государство, оно так по-тихому создало возможность всех этих людей, при construction инвесторов, ну, как бы спасти из этой ситуации, и с помощью страховки они получат моргидж. Ой, ну, понятно, но у меня таких два соображений есть. Первое, значит, что либералы, как всегда, пытаются что-то урегулировать, отрегулировать, вместо того, чтобы какими-то рыночными, значит, способами действовать. Ну, в принципе, с другой стороны, чего еще от говермента, тем более либерального ожидать. Второе соображение, смотри, вот правильная ли такая цепочка рассуждений, если они сейчас стимулируют новое строительство. Точнее, скажем так, стимулируют спрос на новое строительство. Не означает ли это, что цена на новое строительство увеличится, то есть на новые дома пойдет вверх? И если это означает это, то не потянет ли это за собой ведь все остальные сегменты рынка вверх? Нет, подожди, они ничего особо не стимулируют. Они, это получение моргиджа на новостройки, да? И эти новостройки, вот те, которые сейчас, большинство людей вообще не может получить моргидж, они в проблемной ситуации. А если это кто-то новый, кто раньше не планировал купить новостройку, а теперь задумался, ну, у него этот вопрос встанет там лет, через 3-5 лет у него встанет этот вопрос получения моргиджа, да? Поэтому в любом случае этот человек, он сильно, на него это как-то не отразится в данный момент. Он, если ввязывается в новое строительство, то ему прямо сейчас не горит получать моргидж. Этот вопрос у него встанет через несколько лет только. Ну, понятно, но... Смотри, вот такая вот ситуация, когда амортизация увеличивается, а рейты падают, мы же это все уже проходили там в 10-х годах примерно там и даже раньше это все началось. И это все привело нас к росту стоимости там жилья в 2 раза примерно. Там даже, наверное, в 3, если зачеркнуть, еще туда там ниже посмотреть начало 2000-х. Вот. Не сложится ли опять такая же ситуация сейчас на рынке? Доставай уже хрустальный шар, давай думать. Нет, ну, у меня ничего не поменялось в том, что я говорил раньше. То есть, я говорил, что в этом году никакого эффекта не будет, сколько не пытайся, да? Это оживить вот эти вот маленькие-маленькие продажи. Что угодно делай, ничего особо не поменяется, да? Ну, вот первая попытка будет у рынка вырасти, по-моему, где-то по весне, да? По весне обычно рынок так очень бурно растет обычно, и вот это будет как раз первая попытка у него вырасти. Если не получится, то, наверное, где-нибудь там июнь-июль следующего года. Вот. Ну, если им удастся, то это будет, конечно, бурный рост. Вот. Но я, кстати, в меньшинстве, когда я так говорю, то есть всякие тиктокеры, там, агенты в Твиттере, они как бы в подавляющем большинстве думают, что мы там еще долго будем падать, там, все такое. Я, в общем, в меньшинстве, но я не поменяю свою позицию об этом. Ну, да, ты говорил, что сентимент вырастет, и вырастет он достаточно взрывообразно. Хорошо. Теперь насчет следующего. Вот такой еще вопрос тоже от ЛТ. Раз уж мы начали обсуждать тут говермента, изменения какие-то, есть ли новости по готовящимся законам или изменениям, что могут повлиять на рынок недвижимости? Ну, а вам мало этого, то, что уже случилось. Собственно, немало так произошло с этими последними новостями в бюджет. Ну, как бы логически, что можно сказать об этом? Надо просто вспоминать предыдущие кризисы и как государство действовало, да? То есть, если у нас сейчас очень сильно растут эти деликвенсис, ну, то есть пропущенные платежи по моргиджу, там, банкротство, и если это будет продолжаться, а Центробанк паникует, уже начинает паниковать на тему безработицы и вот этих вот пропущенных платежей, то, ну, следующая мера будет, собственно, ну, вот они уже спасают реконстракшн владельцев. Дальше всякие каникулы по моргиджам там, как было как раз в COVID, да? Все вот эти меры, они, собственно, уже находятся в тулсете, в тулбоксе правительства и наверняка будут снова попытки их применить. Ну, и базовый доход, естественно. Базовый доход. Ой, не дай бог, не дай бог это. Ладно. Хорошо. Ты вот сказал, что снижение ставки будет там чуть ли не на полпроцента 23-го, да, октября. Очередное. Ну да, рынок пока ожидает именно этого. Рынок ожидает. Ну, смотри, вышел тут такой отчет о, точнее, не отчет, а протокол заседания вот Центробанка Канады, когда они снижали последний раз ставку. И там высказывались такие мнения, что они слишком ли быстро мы бежим, потому что инфляция к тому же уже упала там до 2%. Да, да, да. Кстати, ты был, ты оказался прав в прошлый раз. Ты говорил, что она там идет к 2%, я очень в этом сомневался, но все. Центробанк боится, что инфляция упадет сильно ниже 2%. Вот это я вообще немножко шокирован. Там у нас она пока сильно выше 2%. Ну, то есть, сегодня она стала у нас 2,5, была там 2,7, 2,9, и причем такой был пинг-понг с начала года каждый месяц 2,9, 2,7, 2,8, 2,9, 2,7. И вот первый раз она упала ниже, чем 2,7, до 2,5. Ну, я не вижу, чтобы она вот так вот с камнем падала к 2% с начала года, по крайней мере. Дальше может быть. 2% случаются просто автоматически, потому что моргидж платежи и их рост, как бы, да, или падение моргидж платежей, это заложено в инфляцию. То есть, если мы просто ничего не будем делать, эти моргидж платежи, они уже снижаются, да, ну, или хотя бы там на уровне стоят на прежнем. То есть, через год мы просто автоматически снизимся с 2,5 до 2, просто за счет того, что моргидж платежи перестали расти. Ну, да, согласен. Я даже ради интереса сделал подсчет. Они там поменяли в июне месяце веса в корзинах для подсчета CPI. И они и так вот высокий там был по жилью, 28%, по-моему, вес был корзины. Они его еще увеличили на 30, больше, чем на 30, на 0, 35%, по-моему, процента увеличили. То есть, эта корзина жилье стала еще более дорогая. А в CPI они включают именно interest portion моргидж платежа. Если он будет падать, значит, соответственно, он будет тянуть CPI вниз. И они даже увеличили этот вес еще больше. Ну, согласен с тобой, да, что, по идее, это очень сильно влияет на CPI. Я тогда сомневался, но, значит, ты оказался прав. Но сейчас раздаются уже в Центробанке такие голоса, что не слишком ли быстро мы бежим и что не надо ли вообще притормозить. А ты говоришь, 0,5% они снизят все-таки. Обосную, вот почему. Ну, по-моему, все логично, да. То есть, то, что инфляция так резко упала в два, они не верили, и ты не верил, никто не верил, да. И, собственно, от того, что она так упала, у них сейчас начинается паника. А что будет дальше? То есть, дальше она просто ниже двух упадет, и это уже нехорошая ситуация для Центробанка, и они уже понимают, что они не могут это предотвратить, и надо уже как-то более активными мерами это превращать. Они точно не могут сказать, а не замедлить ли нам снижение ставок. Они, наоборот, должны говорить, а не усилить ли нам меры поддержки для того, чтобы инфляция не упала ниже двух. Точнее, она уже наверняка упадет ниже двух, но мы должны сделать все, чтобы она там не сильно хотя бы упала ниже двух. Ну, не знаю, мое личное мнение, что цены на нефть, это не личное мнение, это и Статс Кеннеда написала, что цены на бензин очень сильно оказали понижающее давление на CPI. Ну, а что будет после выборов? Сейчас, мне кажется, я не знаю, это может быть конспирология какая-то, но мне кажется, что Америка сейчас каким-то способом до выборов какими-то своими методами держит цены на нефть где-то так вот на каком-то там низком уровне. А что будет после 5 ноября? Никто не знает. Ну да, я тоже не знаю. Ну, посмотрим. Не, ну, инфляция от этого не вырастет, даже если цены на бензин обратно поднимутся, там есть еще куча других факторов, типа там рост безработицы и все остальное, там снижение как раз моргидж платежей. Ну да, моргидж платежей. Все это со временем приведет к тому, что инфляция действительно будет, ну, у Центробанка это главный риск теперь, что инфляция, как ее удержать выше 2%. Окей, хорошо, понял тебя. Посмотрим. Так, ну, все понятно. А теперь, пожалуй, наверное, последний вопрос на сегодня. Айгер спрашивает, как всегда, главный вопрос, как дела с арендой сейчас? Ну, студенты приехали, да, кстати, их подрезают, да, уже Тридо сказал, что на 35% их количество студентов обрезал в этом году, еще на 10% в следующем году обрежут, да, но из-за того, что они к сентябрю приехали, то это стабилизировало рынок клиента более-менее, то есть он там падал достаточно сильно, там процентов на 5 и более по итогам год-году, но с приездом студентов все более-менее нормализовалось, и некоторые лендлорды стали достаточно сильно капризничать, если там хридной истории нету, там большого, предоплаты большой нету, больше, чем первый, последний месяц. Не, но в целом можно работать, то есть такой комфортный рынок всем, и рентеру, и лендлорду. Да, вот ты говоришь, нормализовалось, это с твоей точки зрения, лендлорда нормализовалось, с точки зрения Айгер это, наверное, не нормализовалось, это, наверное, или нейтральная, или плохая новость. Ну там большинство лендлордов, по моему опыту, из одной конкретной страны в Азии, и как раз вот эти лендлорды, они очень придирчивые, да, особенно к отсутствию кредитной истории и всего остального, то есть если мы ищем достаточное количество квартир, смотрим, чтобы лендлорды были из разных стран, особенно там из европейских, каких-нибудь там латиноамериканских и прочих там арабских, то такое разнообразие лендлордов, оно в общем приведет к тому, что квартира обязательно будет найдена. Если же там выбирать какие-то конкретные квартиры с лендлордами из определенной страны, то будет очень тяжело попасть под их требования. Ну понятно. Ну хорошо, последнее, что я хочу сегодня сказать, это о том, что вот как раз по аренту можно обращаться к Ивану, и не только по аренту, по продаже, покупке жилья, по сдаче в аренду жилья, и все координаты Ивана под роликом. Ну все, спасибо тебе большое за эту беседу, всем спасибо, кто нас слушал, всем всего хорошего, пока. Всем спасибо, пока.